Счастливый час 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 Максимально следите за тем, чтобы изменение происходило только в левой части. Не стоит ни в коем случае, это уже будет нарушение правил, если вы возьмете спичку и переставите ее на правую часть. Вы допустите ошибку, которую допускать ни в коем случае нельзя. 15 минус 9 равно 6. Такого быть не может. Нам необходимо сделать так, чтобы левая часть стала равна правой. Нам необходимо добиться того, чтобы в левой части был ответ равный 13. Как мы это сделаем? Только можем изменить одну единственную спичку. Отыщите эту спичку, определите ее и переместите туда, куда нужно. Вполне вероятно, что у вас сразу может не получиться. Ну вот вы попробовали, пересчитали, но не получается у вас. Ничего страшного, не стоит огорчаться, не стоит отчаиваться. Можно попробовать вновь. Вы можете, ну, через некоторое время попробовать, например, либо попробовать совершить какое-то другое изменение. Пожалуйста, я жду вас. Вы почему не ждете? Нужно действовать. Вы почему все еще мне не позвонили? 08258 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Я очень жду моего победителя. Имейте в виду, он мне просто необходим. Нужен мне победитель. Так ворвитесь в пространство прямого эфира и расскажите мне, каким образом и что вам удалось отыскать. Проверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Количество ваших появлений в прямом эфире никем и ничем не ограничено. Только вы решаете, когда и насколько вам становиться богаче. В данном случае я предлагаю максимально сосредоточиться, вглядеться в данное математическое неравенство и определить, какая же спичка не на месте. Какая спичка нам портит всю картину. И как же нам произвести изменения так, чтобы математическое неравенство стало равенством. Как это можно сделать? Куда нужно взять спичку и куда ее переместить, чтобы в ответе действительно получилось 13? Ну это хороший вопрос, на который я от вас жду ответ. И надеюсь, что он появится в ближайшую секунду. Потому что медлить не следует в такой ситуации. Нужно торопиться. Нужно быть внимательным. Ведь 7 тысяч рублей все еще здесь, они все еще никому не достались. Мы находимся в начале пути. Да, это первое разминочное задание. Да, оно оказалось непростым. Но я уверена, что появится тот, который сумеет справиться с данным математическим неравенством. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, какую спичку будем перемещать? В пятерке спичку на минус поставки. Это плохая идея. Я с ней не соглашусь. Потому что что произошло с пятеркой? Пятерка у нас, к сожалению, испортилась. Она не может превратиться в некий непонятный знак. Если вы перемещаете спичку, проследите за тем, чтобы место, откуда вы убираете спичку, не должно пустовать. То есть изменение должно быть грамотным. Должно произойти таким образом, чтобы то, от чего вы убрали спичку, имело некое значение. А в данном случае цифра 5 сломанная. Не имеет никакого значения в принципе. Поэтому не следует идти по пути, который не приведет вас к зарабатыванию 7 тысяч рублей. Наша же задача заключается в том, чтобы не просто перемещать спичку, потому что нам нравится это делать. Это замечательное, приятное занятие. А заключается в том, чтобы перемещать спичку с определенной, реальной, конкретной целью. А цель у нас одна. Одна, как говорится, на всех, и за ценой не постоим. Цена 7 тысяч рублей. За одну правильно переставленную спичку. Вам необходимо сделать так, чтобы левая часть стала равна правой. Вам необходимо добиться того, чтобы в левой части ответ стал равен 13. Как вы это сделаете? Это уже зависит от вас. Потому что именно вы принимаете решение, когда и насколько вам становиться богаче. Я рекомендую поторопиться, потому что это только начало программы, первое задание. Я приготовила для вас много интересных, денежных головоломок, которым мне хотелось бы перейти как можно скорее. Но пока я не могу это сделать до тех пор, пока не появится здесь первый победитель. Пока он не появится, не ворвется в эфирное пространство и не озвучит мне ту самую победную версию, которую я так долго жду. Жду с нетерпением. Подумайте, определите, какая спичка не на месте. 15 минус 9 равно 13. Что не так в левой части? Что вас смущает? Какая спичка вам кажется подозрительной? С какой спички вы бы начали совершать изменения? Куда бы вы ее переместили? Пробуйте. Методом проб и ошибок вы обязательно придете к победному результату. Методом исключения. Переместили, пересчитали, понимаете? Ага, 13 не получается. Значит, нужно оставить эту спичку в покое. Значит, нужно поработать с какой-то другой спичкой. Возможно, именно с ней все сложится более благополучно. Возможно, именно с ней у вас завяжутся тесные отношения, которые позволят вас привести к победному результату. И у вас в левой части будет ответ равный 13, точно так же, как и в правой. Подумайте. Поразмышляйте. Мне очень нужен первый победитель. Я не хочу слишком долго засиживаться на первом задании. Мне хочется, чтобы уже как-то мы сдвинулись дальше. Просто мы можем потерять слишком много времени, а когда перейдем ко второму заданию, ну, мы можем там застрять. И не успеем того, чтобы мне хотелось успеть. А мне хотелось бы, чтобы как можно больше было сегодня победителей, чтобы как можно больше людей успели заработать своим умом и своими способностями. А вы все это дело откладывайте на потом, на потом. Да не стоит откладывать. Данная минута, она самая лучшая, она самая важная. Она минутой существует для того, чтобы ворваться в прямой эфир. В данную секунду. Здесь и сейчас. И не стоит ждать следующего задания, о котором я говорила, которое будет более интересным и денежным. Я не перейду к нему, пока мы не справимся с этим математическим неравенством. Потому что не вижу смысла. И если вы ждете следующего задания и только в таком случае планируете набрать 08258, короткий номер, если вы проживаете на территории Российской Федерации, или длинный номер телефона, который указан у вас на экране, то вы можете ждать слишком долго. И это абсолютно неправильная ваша позиция. Я предлагаю вам ее поменять. Поменять в противоположном направлении. А именно из позиции наблюдателя перейти в позицию победителя. Для этого вам нужно справиться с данным математическим неравенством. Определить, какая спичка в левой части не на месте. Только в левой. Работаем с белыми спичками. Желтые спички мы вообще не трогаем. Мы на них просто смотрим. Мы как бы стремимся к ним. То есть мы должны четко осознавать, что в левой части нам нужно добиться того, чтобы у нас ответ был равен 13. Но если мы никак не можем этого добиться, значит, мы будем оставаться здесь до тех пор, пока не разберемся с этим математическим неравенством. Но я не верю, я не верю, что до сих пор не нашелся тот человек, который не справился с этим неравенством. Я уверена, что по ту сторону экрана есть тот самый победитель. Просто его что-то смущает, просто он не может решиться, возможно. Возможно, он не уверен в себе, или ему кажется, что здесь для того, чтобы заработать 7 тысяч рублей, нужно обладать какими-то уникальными способностями. Здравствуйте, пожалуйста, вы в прямом эфире. Я вас слушаю. Ваше решение. Здравствуйте. Единицу делаем двойкой. А как мы сделаем единицу, как мы единицу превратим в двойку? Нам же для этого понадобятся дополнительные спички. Нет. У меня получится изменение гораздо интереснее. Я изменю сумму 7 тысяч на 7 с половиной тысяч рублей. Я увеличила сумму вашего вознаграждения для того, чтобы вы были более внимательными и производили позитивные изменения в нашем математическом неравенстве. Но только в левой части. И только одной спичкой. Имейте в виду. Ни в коем случае не добавляйте спички. Да, вы можете подогнать под ответ. Здорово. Ну а что из этого получится? Кроме того, что вы подогнали под ответ и оказались в прямом эфире. Вы же не заработали 7 с половиной тысяч рублей? Нет. А могли бы, если бы все-таки были более внимательными и не подгоняли под ответ. Вполне вероятно, что вы просто не слышали правил моего задания. Давайте я вам их напомню. Перед вами математическое неравенство. У него есть и правая, и левая часть. Нам необходимо уравнять и правую, и левую части. То есть сделать их одинаковыми. Каким образом мы это можем сделать? Путем изменения одной единственной спички в левой части. Подумайте, какую спичку нужно взять, куда переместить так, чтобы левая часть стала равна правой. Я уверена, что у вас получится. Я верю в то, что обязательно появится тот самый человек, который мне озвучит победное решение. И это решение будет действительно грамотным, действительно достойным. И останется мне только просто вручить ему 7,5 тысяч рублей. И больше ничего я от него требовать не буду. Поэтому поторопитесь, но перед тем, как набрать короткий номер 08258, если вы проживаете на территории Российской Федерации, или длинный номер телефона при условии, что вы проживаете за ее пределами, все-таки пересчитайте левую часть. Вы должны быть уверены в том, что у вас в ответе 13. И при этом вы добились этого, не добавляя спички, не выбрасывая спички, то есть не меняя количество спичек. Произвели только изменение местоположения одной единственной спички. Откуда-то ее взяли, куда-то ее переместили. И, в общем-то, на этом, на этом можно сказать, ваша работа закончилась. Первый этап закончился. И нужно переходить ко второму этапу. А вторым этапом является желание набрать короткий номер 08258, оказаться здесь в прямом эфире и поделиться победным вариантом. Если вы проживаете за территорией Российской Федерации, есть другой номер телефона, он длинный, указан на экране. Пожалуйста, набирайте его и врывайтесь в это эфирное пространство, порадуйте меня своим победным вариантом. Что же вам удалось здесь? Переместить. Откуда вы спичку взяли? Куда поставили? Как добились того, что левая часть стала равна 13? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Я слушаю вас. Расскажите мне по поводу вашей спички. Здравствуйте. Да. И стройки сделайте 5. И стройки сделайте 5. Куда же вы отправились? Куда же вы ушли? Ведь мы не можем менять правую часть. Поэтому она и выделена желтым цветом. Желтый цвет – это как индикатор того, что там запретная зона, которая не позволяет производить какие-либо изменения. Изменения производятся только в левой части. Мы можем менять спички белого цвета и только их. Желтые спички мы ни при каких обстоятельствах не трогаем. Будьте внимательны. Будьте внимательны и действуйте. Я очень хочу, чтобы у меня появился мой первый победитель. 7,5 тысяч рублей его ждут. Я делаю вам шаг навстречу. Поймите, я на вашей стороне. Я хочу, чтобы сегодня было как можно больше победителей, как можно больше заданий. Мне хочется, чтобы мы по максимуму довели до высокого уровня мое интеллектуальное шоу. И поэтому мне важно как можно быстрее справляться с каждым из заданий. В данном случае первое задание я предполагала, что будет разминочным. Но судя по ситуации, я вижу, что оно не совсем простое, потому что не так-то легко определить, какая же спичка находится не на месте. Ну, во-первых, большое количество спичек. Здесь же ни одна, ни две, ни три. То есть вариантов того, откуда вы возьмете спичку и куда поставите, достаточно много. Поэтому я предлагаю прорабатывать каждый. Методом исключения вы определите победную спичку. Я уверена, что у вас все получится. Я вот даже в этом не сомневаюсь ни на сколько. Вопрос в том, когда. Мне бы хотелось, чтобы это произошло в данное мгновение. Мне бы хотелось, чтобы прямо сейчас нарушил кто-нибудь тишину прямого эфира и озвучил мне победное решение. Я смогу отправиться дальше. Но пока я здесь. Пока я здесь, значит, вы занимаетесь тем, что слишком... Думайте, мне кажется. Мне кажется, не стоит думать. Если вы уже переместили спичку, если вы уже пересчитали, чего там думать-то? Ну, чего думать? Уже надо набирать номер прямого эфира 08258. Уже нужно оказаться давным-давно здесь и уже рассказать мне, что у вас получилось. Каким образом вы добились того, что у вас в левой части ответ 13? Или вы хотите сохранить это в тайне? Да, вы можете об этом никому не рассказывать. Это будет замечательная тайна. Но тогда вознаграждение достанется кому-то другому. Кто не умеет хранить подобные тайны? 7500 рублей за одну правильно переставленную спичку. Где же та самая спичка? Откуда ее нужно взять и куда переместить? Возможно, вам хотелось бы изменить взаимно две цифры. Может быть, вам не нравятся знак и цифра. Попробуйте так. Проверяйте любые ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Но вот вы совершили изменение. Получилось у вас в ответе 13, но вы не уверены. Прекрасно. Чего же быть неуверенным-то? Давайте я развею ваши сомнения. Позвольте мне это сделать. Наберите короткий номер 08258. Если вы проживаете на территории Российской Федерации, если вы проживаете за ее пределами, набирайте длинный номер телефона, который указан у вас на экране. Ворвитесь в эфирное пространство и поделитесь со мной вашим вариантом. Я с удовольствием его выслушаю. Мне очень важно знать, о чем вы думаете. Какая, на ваш взгляд, спичка находится не на месте. Давайте как-то разбираться с ней. Давайте как-то понимать, как нам в итоге уже довести до ума данное математическое неравенство. Как нам уже закончить с первым заданием и двинуться вперед. Уже хватит? Может быть, уже мы пойдем дальше? Может быть, к следующему заданию? Но пока нет. Пока вот все еще. У нас 15 минус 9. Где-то тут в левой части допущена ошибка. Ну где же она может быть? Подумайте. Перепроверяйте себя. Пересчитывайте еще раз. Добейтесь того, чтобы в левой части у вас ответ стал равен 13. Точно так же, как и в правой. У вас должна... Наше неравенство должно превратиться в равенство. У нас четкая задача у-ра-внять. Как только вы уравняли, вот тут нельзя терять ни секунды времени. Мгновенно нужно врываться в эфирное пространство и озвучивать мне вашу победную версию. Действуйте. Я прям вот жду не дождусь, когда уже появится тот самый победитель. И озвучит мне вариант. Надеюсь, что он будет победным. Надеюсь, что он прямо сейчас уже появится. Ну, давайте еще раз взглянем на наше неравенство. Поймем же, что же не так в левой части. Вы можете изменить единицу, цифру 6, знак минус и цифру 9. Можете произвести изменения в рамках одного числа, например, в рамках 15. Ну, как вариант. Можете изменить, например, две цифры взаимно. Можете изменить и цифру, и знак. В принципе, это все. Больше никаких изменений вы производить не можете. Ни в коем случае не переносите спичку из левой части в правую и наоборот. Потому что это будет нарушение правил. Работайте только в рамках левой части. Правую часть не трогаем. Правая часть, ответ в правой части является, вам так сказать, направляющим. Направляющим, чтобы вы понимали, что стремиться нужно к 13. Если вы четко это понимаете, если вы движетесь к намеченной цели и методом исключения, переставляя одну спичку, потом другую спичку, вы определяете, какая же спичка не на месте, значит, вы действительно и есть тот самый победитель, но пока потенциальный. Почему? Потому что вы еще не оказались в прямом эфире. Для этого вам остался еще один последний шаг. Вам нужно набрать короткий номер 08258. Если вы проживаете на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, то для вас есть другой длинный номер телефона, который также указан у вас на экране. Действуйте, перепроверяйте себя, думайте, внимательно вглядывайтесь и действуйте. Мне очень нужен мой победитель. Он мне просто необходим. Надеюсь, что он появится в данную секунду. Надеюсь, что он ворвется в эфирное пространство и расскажет мне, какая же спичка находится не на месте. И куда мне ее нужно переместить, так, чтобы получилось в ответе 13. Самое важное, чтобы ваш ответ был развернутым, полным. То есть вы должны понимать, что... То есть я должна четко от вас услышать, откуда вы взяли спичку и что потом стало в итоге. То есть какие цифры получились и какая сумма получилась в ответе. Если по каким-то причинам перемещая спички у нас в ответе не получается, у вас в ответе не получается 13, стоит поработать с другой спичкой, стоит обратить внимание на какую-то другую спичку и уже с ней пробовать совершать изменения. Я думаю, что рано или поздно, двигаясь от одной спички, работая с другой спичкой, вы непременно добьетесь победного результата. Вы, например, непременно добьетесь того, что и левая, и правая часть станут равными, они станут одинаковыми. Сделайте это и станьте моим первым победителем. Вы заработаете 7500 рублей. Это достойное вознаграждение. Учитывая, что в награду вам еще достанется статус первого победителя интеллектуального шоу. В данном случае у меня еще не было победителей, поэтому это достойный бонус к 7500 рублей. Чего вы ждете? Не ждите никого и ничего. Максимально принимайте решение стать победителем и действуйте. 08258 – это короткий номер телефона для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Набирайте, врывайтесь в эфирное пространство и озвучивайте мне как можно скорее ваш победный вариант, который я жду с нетерпением. Мне важно, чтобы именно вы стали моим победителем сегодня, здесь и сейчас. Я жду вас. Не рекомендую, чтобы вы ждали кого-то другого. Ну там, совета друга, совета жены, бабушки, дедушки. Нет. Вы должны сами принимать решение, потому что каждый человек в ответе за собственную жизнь. Он несет определенную ответственность. Если вы понимаете, что вам действительно нужны 7500 рублей, если вы знаете, каким образом справиться с данным математическим неравенством, вас ничто не должно заставлять думать иначе. Вы должны просто оказаться в прямом эфире и сообщить мне ваш победный вариант. Никто и ничто вас не должны сдерживать. Здравствуйте, я вас слушаю. А что у нас произошло с единицей, извините? Вы ведь ее сломали. Вот чтобы вы больше ничего не ломали, я предлагаю вам 8000 рублей. Я увеличила сумму вашего вознаграждения на 500 рублей для того, чтобы вы были более внимательны и более углубленно обратили свое внимание на данное математическое неравенство. Подойдите, нужно подходить к его решению серьезнее. Поймите, что если вы будете нарушать правила, ломать цифры, добавлять спички, выбрасывать спички, вы не станете от этого богаче. Ну хватит уже, давайте серьезно взглянем на вещи. Тем более, что ведь все в ваших руках, и именно вы решаете, когда и насколько вам становиться богаче. Вы в прямом смысле являетесь творцами и режиссерами моего интеллектуального шоу, потому что зависит от вас, сколько у меня будет заданий. Да, может быть, мне хотелось бы иметь их и 5, и 6, но если мы все еще будем сидеть на первом задании, я не уверена, что мы справимся со всеми. Давайте как-то мобилизуем свои силы, давайте уже перейдем к реальным действиям. Нужно совершать грамотные поступки. Прежде всего, я настаиваю на том, чтобы вы решились набрать короткий номер 08258. Если вы проживаете на территории Российской Федерации, если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона, который также есть на экране. Вы набираете, оказываетесь в прямом эфире, и вот здесь самое главное не растеряться и сразу же озвучить непобедную версию. Я думаю, что вы не растеряетесь, потому что тот, кто оказывается в прямом эфире, как правило, очень настойчивый человек, человек, который привык всего добиваться сам. Это человек-лидер по натуре, волевой человек, победитель. Только такими может быть настоящий победитель интеллектуального шоу. Я жду именно таких волевых, настойчивых, целеустремленных, эрудированных героев. Пожалуйста, станьте моим первым героем. 8 тысяч рублей уже вас ждут. 8 тысяч – это достойная сумма для моего первого победителя. Учитывая, что его сегодня вообще еще не было. Не было у меня сегодня ни одного победителя. Где же он находится? Чем же он занимается? Мне даже непонятно. 15 минус 9. Где-то здесь допущена ошибка. И мы должны произвести одно единственное изменение одной единственной спичкой так, чтобы у нас в ответе получилось 13. Так, чтобы и левая, и правая части стали равными, стали одинаковыми. Подумайте, поищите, внимательно вглядитесь в данное математическое неравенство. Определите, какая же спичка находится не на месте. Давайте с ней разберемся. Давайте с ней поработаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, я слушаю ваше решение. Алло. А сделайте с пятерки тройку. А, ну я могу. А что будет? Вы пересчитали? Что получится? Наша задача другая. Я прошу вас быть более внимательными. Я настойчиво все-таки рекомендую вам перед тем, как вы набираете номер прямого эфира, пересчитывать левую часть. Как только вы совершили какое-то изменение, все-таки удостовериться в том, что действительно в левой части ответ равен 13. И ни больше, ни меньше. Вы должны быть более внимательными и сосредоточенными. Давайте как-то посерьезнее относиться к данному математическому неравенству, потому что действительно задача оказалась не из простых, не из легких. Но это не повод для того, чтобы отчаиваться, если у вас не получилось с первого раза определить, какая же спичка не на месте. Ничего удивительного. Такое достаточно распространенное явление. Может так случиться, что не получилось с первого раза, потому что спичек-то много. Но возьмите какую-то другую спичку, попробуйте с ней поработать. И таким образом, методом исключения вы выясните, какая же спичка не на месте. А как только вы это выяснили, я советую не терять ни секунды времени и набирать короткий номер 08258 для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, набирайте другой длинный номер с телефона. Пожалуйста, действуйте. Я жду вас и, в общем-то, готова уже вручить 8000 рублей, но при условии, что ваше решение будет действительно победным, что ваш ответ будет развернутым, полным. Мне будет все понятно, вы мне расскажете, откуда вы, куда, что, чего. То есть все по полочкам, вот как в школе. В школе пятерки ставили за полный ответ. А я вам предлагаю заработать 8000 рублей за полный развернутый ответ. И не прошу, даже не говорю о том, что для того, чтобы справиться с данным математическим неравенством, нет необходимости знать высшую математику или обладать математическим складом ума. Нет, это подвластный гуманитариям. Я вас уверяю, достаточно какой-то жизненной логики и самое важное это терпение и вашего осознанного желания стать богаче на 8000 рублей. Просто пробовать перемещать спички. Если вам визуально сложно определить, какая же спичка находится не на месте, ну что ж, есть старый добрый метод, который позволит вам более внимательно подходить к решению данного вопроса и, возможно, ускорить процесс нахождения той самой спички, которая не на месте. Необходимо выложить данные математической неравенства перед собой из всех подручных материалов. Что у вас имеется? Возможно, это могут быть те же самые спички, либо ватные палочки, либо, может быть, ложки вилки, соломинки от коктейля, в общем, все что угодно. Это не важно. Важно двигаться к намеченной цели. А цель у нас с вами общая. У нас есть 8000 рублей, которые я должна вручить именно вам, моему первому победителю. Но я пока не могу этого сделать, потому что мой первый победитель так до сих пор и не появился. Где же он? О чем он сейчас думает? Ну, хватит уже рассуждать. Переходите к конкретным действиям. Пожалуйста, набирайте короткий номер 08258, оказывайтесь в прямом эфире и заработайте своим умом, своими способностями данное вознаграждение. Это более чем достойное вознаграждение. Плюс вы получите статус первого победителя интеллектуального шоу. У меня сегодня еще не было ни одного победителя. Так вы им должны стать пренепременно, я в этом уверена. Мне почему-то вот подсказывает сердце, что где-то вы уже на полпути, где-то вы уже недалеко, мой победитель, или вот-вот ворветесь в пространство прямого эфира и расскажете мне, какая же спичка находится не на месте, куда вам ее нужно переместить так, чтобы у вас в ответе получилось 13. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, говорите, что будем изменять. Алло, делаем из единицы двойку и знак меняем. Слишком много действий вы делаете. Вы, наверное, не обратили внимания. Вы знаете, ваша активность мне очень нравится, но нужно брать ее в руки. То есть у вас есть правильный вектор движения, но, к сожалению, энергии слишком много. Нам необходимо совершить только одно единственное изменение. Вот в чем сложность-то. Это было бы достаточно легко, если бы можно было производить любое количество изменений, а еще проще, если бы можно было и правую часть поменять. Тогда какой смысл в таком достойном вознаграждении желающих было бы хоть и добавлять? Нет и еще раз нет. Не нарушайте правила моего задания. Даже не надейтесь на то, что я их изменю в вашу пользу. Этого не произойдет. Мы будем здесь до тех пор, пока вы не разберетесь с данным математическим неравенством. Пока вы более сосредоточенно не посмотрите и не скажете мне в прямом эфире, какая же спичка находится не на месте. 15 минус 9. Где-то здесь допущена ошибка. И ваша задача ее отыскать. И ваша задача озвучить мне в прямом эфире ваш победный вариант. Должны четко понимать, откуда вы берете спичку, куда перемещаете и что получается в ответе. Вот в чем, как сказать, вопрос. Здравствуйте, я вас слушаю. Пожалуйста, говорите ваше решение. Алло. Здравствуйте, девушка. А с девятки поставьте, пожалуйста, спичку на пятерку. Так. И получится 16 минус 3 равно 13. А вы абсолютно правы. Браво. Вы мой первый победитель. Я вас поздравляю. Как вас зовут? Майя. Майя. Откуда вы к нам? Из Петрозаводска. Замечательно. Ну что ж, в Петрозаводск уходит 8 тысяч рублей. А благодаря мае мы переходим ко второму заданию долгожданному, о котором я говорила. И будьте внимательны, второе задание уже появляется у вас на экране. Итак, перед вами новое математическое неравенство. И тому, кто с ним справится, оно более сложное, сумеет заработать своим умом, своими способностями 9 тысяч рублей. 9 тысяч рублей заработаете вы в том случае, если сумеете справиться с данным математическим неравенством. Давайте вместе посмотрим на данное неравенство. Что мы видим в левой части? Итак, мы видим 17 плюс 14 плюс 1. В ответе у нас, обратите внимание, 10. Но ответ и знак равно выделены желтым цветом. Опять, не просто так. Точно так же, как и в первом математическом неравенстве. Это является символом того, что правая часть у нас остается на месте. И мы ее не трогаем ни при каких обстоятельствах. Правая часть у нас статична. Ответ 10. Помним об этом и к этому должны стремиться. Изменения мы можем производить только в левой части. Вы можете изменить, например, 3 каких-то единицы. 2 знака плюс. Семерку и четверку. Вот, в принципе, и все. Но помните, что изменение должно быть одно единственное. То есть, хоть и количество знаков сейчас больше, количество цифр больше. Есть два числа, соответственно. Поэтому вам это не значит, что можно делать больше изменений. Нет. Вот в этом и заключается сложность задания. Все точно так же, как и в первом задании. Мы можем менять только одну единственную спичку. А вот какая спичка не на месте? Откуда ее нужно взять и куда поставить? Так, чтобы в ответе было 13. Это хороший вопрос, на который я жду ответа именно от вас. От вас мой второй победитель. Потому что у меня сегодня вот уже был первый победитель. И прекрасно. И уже кто-то сумела Майя из Петрозаводска заработать 8 тысяч рублей. Ну, а я вам предлагаю 9 тысяч рублей за более сложное задание. Действительно, здесь количество спичек и количество цифр и знаков гораздо выше. Но это и значит, что ваша степень внимательности должна быть прямо на грани высочайшая. То есть, вы должны пробовать совершить изменения, ну, вот потихонечку с каждой спичкой. То есть, определили для себя, что вот начнете именно с этой. Переместили, пересчитали, не получилось. Не отчаялись, взяли другую спичку, переместили, пересчитали, не получилось. Не расстроились. Наоборот, вы определили, что две спички, с которыми вы работали, уже точно не подходят. И таким образом, методом исключения вы придете к победе. И 9 тысяч рублей достанется именно вам. Именно вам, а не кому-то другому. И вот здесь нужно быть внимательным, потому что 08258, я уверена, что набирают уже многие. И, возможно, уже торопится сюда второй победитель, который объявит мне ту самую спичку, которая находится не на месте. Поэтому вам нужно поспешить. Если вы проживаете за территорией Российской Федерации, для вас есть другой длинный номер телефона, который также указан у вас на экране. Пожалуйста, набирайте его, врывайтесь в эфирное пространство и порадуйте меня вашей победной версией. Давайте еще раз посмотрим на данное неравенство. Напоминаю, что мы можем работать только со спичками белого цвета. Спички желтого цвета нас вообще никак не интересуют. Нет и еще раз нет. У нас абсолютно другая задача. Нам необходимо сделать так, чтобы левая и правая части стали равными. Вот как вы этого добьетесь? Это хороший вопрос, на который, я полагаю, вы мне дадите ответ. Возможно, прямо сейчас. Говорите, вы в прямом эфире. Ваше решение. Девушка, с 7 на 4 переставьте спичку. С 7 на 4. Я могу переставить. Что у нас получится? У нас получится 11, а с 4 что произошло? Это какая-то незаконченная новая цифровая модель? Нет. Нет. Мне не подходит ваш ответ, потому что он нелогичный. Вы должны понимать, когда вы берете и перемещаете спичку, что, производя изменения, у вас все цифры остаются цифрами. Они не превращаются в какие-то новые неведомые знаки. Нет. И еще раз, нет. Мы ничего не нарушаем. У нас не должно быть деструктивных действий. У нас должно быть все грамотно. Все грамотно, четко, понятно. В рамках правил задания. Помните об этом? Следуйте правилам задания. И вы однозначно станете моим победителем и заработаете 9000 рублей. Ну, конечно, при условии, что вы в прямом эфире озвучите мне ваш победный вариант. Потому что если вы будете рассказывать друзьям, соседям экрану телевизора, какой вы замечательный, как вы здорово справились с математическим неравенством, как вы четко определили, какая спичка не на месте, и все у вас прекрасно. Ну и прекрасно у вас все будет. Но только у вас не будет 9000 рублей вознаграждения, которые находятся здесь сейчас у меня. А вот если вы со мной поделитесь, вот если вы мне расскажете, откуда вы взяли спичку, куда переместили, и что же в итоге в ответе у вас получилось, вот тогда вы, конечно же, сможете заработать 9000 рублей, и я отправлю их именно вам. Действуйте, не ждите никого и ничего. Не нужно думать, что чудо должно произойти само собой с вами, и деньги появятся у вас на блюдечке с голубой каемочкой. Так можно просидеть и прождать всю жизнь. Что толку-то от этого? Нужно действовать. Вы же понимаете, что вы сами в ответе за собственную жизнь. Вот как вы ее живете, то, как говорится, и наживаете. А в данном случае я вам предлагаю изменить ваше материальное благосостояние к лучшему на 9000 рублей. При условии, что вы мне озвучите победное решение, которое будет настолько грамотным, настолько понятным, что у меня не останется никаких сомнений в том, что вы и есть тот самый победитель. Главное, чтобы в ответе в левой части было 13, точно так же, как и в правой. То есть другая сумма меня абсолютно не устроит. Мне нужно, чтобы именно было 13. Если у вас в левой части получилось в ответе 13, значит вы и есть мой победитель. Да, пожалуйста, вы в прямом эфире говорите о ваше решение. Алло. А, давайте единицу вообще уберем. Что за самоволие? Мы не можем убирать не то, что единицу, мы даже спичку убрать не можем. А вы предлагаете мне выбросить просто так целую цифру. Нет и еще раз нет. Потом, какой смысл в этом? Я не вижу в этом какое-то нелогичное действие, которое, естественно, не приводит вас к победе. Естественно, 9 тысяч рублей все еще остаются здесь, хотя могли бы, если бы вы того захотели, уже оказаться давным-давно у вас в кошельке. Чего мы ждем? О чем мы думаем? Я не понимаю. Я знаю одно, что вам нужно максимально мобилизовать свои силы и начать совершать изменения в левой части. Пробуйте. Определите, какая спичка, на ваш взгляд, находится не на месте. И начинайте с нее. Начинайте ее перемещать куда-то. Возможно, вас смущает какой-то из... Например, один из знаков плюс вас смущает. Возможно, вас смущает какая-то цифра. Ну, не знаю, это может быть одна из единиц, или семерка, или четверка. Возможно, вы хотите произвести изменения в рамках, например, числа 17. Допустимо. Или в рамках числа 14, без проблем. Главное, чтобы это привело вас к победе. Главное, чтобы в ответе у вас было 13, так же, как и в правой части. Если вы будете действовать согласно правилам и уравняете правую и левую часть, все прекрасно. Все просто замечательно. Вы станете моим победителем здесь и сейчас. В данную минуту. Главное, просто максимально сосредоточиться, быть внимательным и стремиться к победе. И победа не заставит себя долго ждать. Я уверена, что уже появится мой победитель, уже где-то он недалеко, где-то вот, где-то близко, где-то рядом. Что же мешает вам ворваться в эфирное пространство? Врывайтесь как можно скорее и озвучьте мне победную версию. Определите, какая спичка находится не на месте. Это возможно. Это реально возможно, если пробовать. Нет, я не предлагаю вам задания, с которыми невозможно справиться. Я предлагаю вам абсолютно решаемое математическое неравенство. И вы можете добиться успеха. И вы обязательно станете моим вторым победителем. Если будете проверять свое решение, вы должны удостовериться в том, что действительно левая часть равна 13. Если вы убеждены в этом, значит вам стоит набрать короткий номер 08258. Конечно, если вы переместили спичку и у вас в ответе не получилось 13, то ваше появление в прямом эфире может оказаться бессмысленным. Поскольку не смогу я вам вручить 9000 рублей. Но вы тогда можете наверняка удостовериться, действительно ли было победное решение или нет. А сидя просто так, под лежачий камень, как говорится, вода не течет. Нужно для того, чтобы произошли какие-то изменения, подняться, сосредоточиться, мобилизовать свои силы и начать действовать. Мне кажется, мотивация более чем достойная 9000 рублей. За одну правильно переставленную спичку. Ну, я думаю, что вы уже определили ту самую спичку, которая не на месте. Вы уже нашли ее, ну так давайте же, смелее, врывайтесь в эфирное пространство, озвучивайте мне ваш победный вариант. Что нужно изменить? Какая спичка не на месте? Может быть, вы хотите изменить единицу, семерку, знак плюс, еще единицу, четверку. Знак плюс и еще одну единицу. Это все, что мы можем менять. Знак равно, естественно, ответ 13. Мы вообще не трогаем, мы к ним не прикасаемся. Правду говорю. Не прикасаемся мы к ответу. Действительно, правда. Итак, 17 плюс 14 плюс 1. Где-то в левой части допущена ошибка. Давайте поймем, где же она. Давайте как-то уже начнем действовать. Возможно, вам не нравится какой-то плюс, но начните с него. Попробуйте переместить, например, с первого плюса куда-нибудь. Или со второго плюса. Или вас смущает цифра 7. Или там единиц, четверка, не знаю. Вариантов много, спичек большое количество. И нужно, конечно же, проверять каждый. Методом исключения. Только так вы добьете победу. И тому, кто переставит спичку, я готова вручить 9,5 тысяч рублей. Вы не ослышались. Я увеличила сумму вашего вознаграждения. Для того, чтобы вы были более внимательны. Для того, чтобы как можно скорее у меня уже появился мой второй победитель. Ну, естественно, вы же должны понимать, что не за каждую переставленную спичку я вручу вам 9,5 тысяч рублей. Потому что спичек мы можем переставлять здесь, хоть забор настроить из них. Главное переместить ее так, чтобы в ответе был 13. Да, конечно, говорите в прямом эфире. Я слушаю вас. Ваше решение. Здравствуйте. Здравствуйте. Из 0 одной спичкой делаем шестерку. Из 0 одной спичкой делаем шестерку. А вы обратили внимание, где же находится 0? Он находится в правой части. Ай-яй-яй, а правую часть мы вообще не должны трогать. Поэтому она и выделена желтым цветом. Чтобы вы четко понимали, что в правой части у нас все в порядке. Мы к ней не прикасаемся. Мы именно производим изменения исключительно в левой части. Где-то в левой части допущена ошибка. С правой мы уже, в общем-то, обсудили, что мы ее не трогаем. Это является направляющим. То есть к чему мы должны стремиться в левой части? Мы должны стремиться к тому, чтобы в левой части ответ стал равен 10. Вот об этом нужно думать, вот об этом нужно помнить. А не о том, чтобы производить изменения в правой части. Это неправильно. Туда даже не обращайте внимания. Не стоит. Не зацикливайтесь на этом. Думайте о другом. 17 плюс 4 плюс 1. Что не так в левой части? Обратите внимание. Будьте сосредоточены. И действуйте. Мне очень нужен мой второй победитель. Я хочу, чтобы он появился как можно скорее в данную секунду времени. Желательно. Потому что я приготовила для вас большое количество головоломок. Большое количество интересных, денежных задач, с которыми вам нужно будет справиться. Но, конечно, они гораздо сложнее, чем данное неравенство. Потому что с каждой последующей головоломкой степень сложности повышается. Поэтому мы пока находимся здесь. Поэтому мы пока пытаемся понять, какая же у нас спичка не на месте в левой части. Работаем только со спичками белого цвета. Не трогаем желтые спички. Желтые спички у нас статичны. Мы только смотрим на ответ и четко понимаем, к чему мы должны стремиться. А должны стремиться мы, соответственно, к десяти. То есть десять у нас должно быть в ответе в левой части, так же, как и в правой. В этом и заключается весь смысл математического неравенства, что его необходимо уравнять. То есть сделать одинаковыми и правую, и левую части. И если у вас все получилось, если действительно и правая, и левая части стали одинаковыми. Ну что ж, добро пожаловать в прямой эфир. 08258 короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона, который... Да, пожалуйста, вы в прямом эфире, я вас слушаю. Ваше решение. Алло. Из четверки делаем двойку и меняем знак. Большое количество действий вы совершили. Вы не имеете на это никакого права, потому что можете произвести только одно единственное изменение. Вот в этом и заключается сложность. Потому что спичек много и хочется начинать подгонять под ответ. Не хочется идти по сложному пути, разбираться с каждой спичкой. Гораздо же проще взять и наделать делов, подогнать под ответ и, в общем-то, получить вознаграждение. Но так не будет. Даже если вы меня обманете, компьютер вы в любом случае не обманете. Имейте в виду, что 9,5 тысяч рублей я вручу только тому человеку, который озвучит мне победное, грамотное решение. Именно грамотное. Четко должны понимать, откуда вы берете спичку, куда ее перемещаете и что получается в ответе. А в ответе в левой части должно получиться 10. И не больше, и не меньше. Если получается какая-то другая сумма, значит, вы неверно переместили спичку. Значит, вам нужно поработать с другой спичкой или взять другую спичку. Так. Думайте. Думайте и решайте. Ну что ж, друзья, давайте внимательно еще раз посмотрим на данное математическое неравенство и поймем, какая же спичка у нас не на месте. Вы уже произвели изменения. У вас в результате получилось 13. Значит, вы и есть мой победитель. Значит, вам нужно мне как можно скорее об этом сообщить в прямом эфире. А для этого нужно набрать короткий номер 08258 при условии, что вы живете на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона, который начинается на плюс 88. Пожалуйста, набирайте номер прямого эфира и озвучивайте мне, какая же спичка не на месте. Что же не так у нас в левой части? Какое изменение одно единственное должно произойти, чтобы вы стали богаче на 9,5 тысяч рублей? Это достойное предложение. Тем более, что мы находимся в преддверии новогодней суматохи, новогодней кутюрьмы. И многие уже готовят подарки своим близким и родственникам. Многие уже решили, где будут проводить новогоднюю ночь. Многие уже думают о том, какой у них будет стол. И на все это, естественно, нужны деньги. В данном случае я предлагаю вам солидное материальное вознаграждение за ваш труд, за ваш интеллектуальный труд. Не требуя от вас слишком многого, вам не нужно даже подниматься со своего удобного кресла, прекрасного удобного дивана. Где бы вы ни находились, какой бы части нашего земного шара вы не были сейчас, и чем бы вы не занимались, если вы имеете доступ к телефону, вы можете стать моим победителем. При условии, что вы, конечно же, озвучите в прямом эфире победное решение. Если решение не будет победным, то 9,5 тысяч рублей я не смогу вручить вам, потому что это будет неправильно и несправедливо по отношению к тому победителю, который, быть может, уже стремится оказаться в прямом эфире. Надеюсь, что он вот-вот окажется. Почему-то у меня есть такая вера, что он уже где-то недалеко. Под ту сторону экрана, я уверена, есть тот самый победитель. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, я слушаю ваше решение. Алло. Здравствуйте. Да. Мне кажется, спичку с единицей надо переставить на ноль. А что у нас произойдет с единицей, вы мне объясните? И потом, с какой именно единицей? Ну, нет такой задачи, чтобы ломать цифры. Вы опять произвели изменение, которое не было грамотным. То есть это было действие нелогичное. Вы сломали цифру, переместили, и в итоге не добились того, чтобы в ответе было 10. Что это было за действие, мне непонятно. Поэтому 9,5 тысячи рублей ждут все-таки моего победителя, который мне озвучит развернутое решение. Я жду полного ответа. Я должна понимать, откуда вы взяли спичку, куда переместили, так, чтобы в ответе получилось 10. Если у вас в результате получается какая-то другая, какой-то другой ответ, то имейте в виду, что не стоит набирать короткий номер 08258. Если вы живете на территории Российской Федерации, если вы живете за ее пределами, не стоит набирать вам длинный номер телефона. Вообще, стоит все-таки довести до ума сначала неравенцев. Стоит наверняка уже определиться, какая спичка не на месте, и удостовериться, что в левой части у вас ответ 10. Именно методом перепроверки. Перепроверьте. У вас 10? Чудесно. Чего же мы ждем? Вы мой победитель. Вам нужно просто мне об этом рассказать, просто довести до моего сведения эту приятнейшую информацию. Давайте же поторопимся, давайте как-то мобилизуем свои силы, максимально сосредоточимся и решимся уже оказаться в прямом эфире и нарушить данную тишину своим победным звонком. Своим победным голосом заявите мне правильное решение. И 9500 рублей доставлются именно вам, а я смогу перейти к третьему заданию, которое не менее интересно, я вас уверяю, но гораздо сложнее и, соответственно, более денежное. Но не стоит ждать следующего задания, раз оно более денежное, у вас может возникнуть иллюзия того, что ага, ну я тогда подожду следующее задание. Это неправильно, это абсолютно неправильная позиция. Потому что пока мы не справимся с данным математическим неравенством, мы и вперед не сможем двинуться. И потом, ну какая вам разница, вы можете здесь стать победителем в данном математическом неравенстве, и потом и на третьем задании стать победителем. Ведь количество ваших появлений в прямом эфире никем и ничем не ограничено. Только вы решаете, когда и насколько вам становиться богаче. Пожалуйста, пожалуйста, действуйте. Докажите прежде всего самому себе, что именно вы достойны стать моим победителем. И станьте им прямо сейчас. Я очень жду вас. Я жду вас, мой второй победитель. В какой бы части вы нашей планеты не находились, имейте в виду, что если у вас есть доступ к телефону, вы можете в данную секунду времени, в абсолютно реальном времени, это прямой эфир, заработать 9,5 тысячи рублей. Прямой эфир говорит о том, что прежде всего абсолютно реальное задание, реальная сумма, я реальная, и вам нужно только со мной поделиться. То есть как только вы услышите свой голос, в прямом эфире, значит, в общем-то нужно начинать уже говорить о том, какое решение вам удалось отыскать. Какую спичку вы переместили, откуда, куда, и как сделали так, чтобы левая часть стала равноправой. Если вы грамотно мне расскажете, и ваше решение кажется победным, вы заработаете 9,5 тысяч рублей. Здравствуйте, я вас слушаю. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, поделитесь своей информацией. Четверку однозначно надо выбросить. Какая у вас плохая новость для меня. Давайте лучше я не выброшу, а добавлю к сумме вашего вознаграждения. Теперь она равняется 10 тысячам рублей. Мне кажется, мои изменения более позитивны, заметьте, и продуктивны, нежели чем у вас. И я думаю, что сейчас вы мобилизуете свои силы, потому что мотивация достойная, будете более внимательно работать со спичками белого цвета, будете перемещать спичку таким образом, чтобы в итоге у вас получилось в ответе 10. Если у вас в ответе получилось 10, все в порядке. Все в порядке, значит, вы мой победитель. Вам нужно просто здесь оказаться. Ну а пока вас нет, мне даже без вас холодно. Мне одиноко без вас. Да, мне очень нужен тот самый победитель. Так где же вы? Отложите в сторону свои домашние дела и заботы. Не думайте о том, что здесь случаются чудеса только с определенными везунчиками. Удачи здесь ни при чем. Здесь все абсолютно материальное, простое, бытовое. Все просто. Вам нужно стать моим победителем. Поверьте, у вас все получится. И именно вы станете тем самым победителем. Действуйте. Не теряйте ни секунды времени, потому что секунда промедления может стоить вам 10 тысяч рублей. А зачем же кому-то отдавать такое достойное вознаграждение, тогда как именно вы можете заработать его данную секунду? Итак, давайте посмотрим на наше математическое неравенство и определим, какая же спичка здесь не на месте. Что же здесь не так? 17 плюс 4 плюс 1. Где же здесь допущена та самая ошибка, которая и не дает нам сделать так, чтобы левая часть стала равна правой? Если вы определите эту ошибку, если вы поймете, какая спичка не на месте, то, безусловно, вы и станете моим победителем. Так действуйте же. Я жду вас в прямом эфире. Я жду и надеюсь, что слишком долго ждать я вас не буду. Я надеюсь на то, что все-таки вы мобилизуете свои силы и сделаете ответный шаг ко мне, ведь я делаю для вас приятные шаги. Я повысила сумму вашего вознаграждения, я рассказываю вам правила заданий, я стараюсь, чтобы именно вы стали победителем. Но этого мало. Мне нужно, чтобы и вы тоже поработали. Потому что просто так, естественно, просто так никогда ничего не дается. Бесплатный сыр, как говорится, только в мышеловке. А в данном случае вам нужно выполнить конкретную работу. За конкретную работу вы получаете конкретное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Работа заключается в том, что вам необходимо в левой части изменить местоположение одной спички. Ну, звучит все легко и просто. Ну, подумаешь, там какая-то где-то спичка, где-то изменить. А когда доходим до дела, начинаем пробовать, понимаем, что просто перемещать спичку, да, возможно. Но переместить так, чтобы ответ стал равен 10, вот это уже гораздо сложнее. Вот здесь уже возникают заминки и запинки. Я надеюсь, что у вас все получится. Я надеюсь на то, что здесь появится тот самый победитель, который озвучит мне победный вариант, который мне озвучит грамотное, развернутое решение. Я добиваюсь вот этого от вас. 17 плюс 4, плюс 14, плюс 1. Вот это все, что мы можем менять, только в рамках левой части. Не думайте о том, что если вы перенесете спичку из левой части в правую часть, то вы приблизитесь к победе. Нет, вы от нее отдалитесь, потому что правая часть у нас статична. Мы правую часть не меняем. Мы можем произвести изменения исключительно в левой части. Только в левой части у нас допущена ошибка. В правой все хорошо. Вот где же эта спичка? Где же она? Вот это вопрос, на который я жду ответа от вас. Да, потому что вознаграждение ваше, и вознаграждение достойное. 10 тысяч рублей. 10 тысяч за одну правильно переставленную спичку. Я уверена, что у вас получится. Я в этом просто не сомневаюсь. У меня есть такое ощущение, что вот где-то уже недалеко тот самый, тот самый победитель, который ворвется в пространство прямого эфира и озвучит мне победное решение. Расскажет мне, какая же спичка находится не на месте. Откуда ее нужно взять и куда переместить так, чтобы в ответе получилось 10. У вас в ответе получилось 10? Я рада за вас. Давайте делиться этой прекрасной информацией со мной. Что толку рассказывать экрану, телевизору или своим друзьям? Они не позволят вам заработать 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей за ответ 10 в левой части. Вот такая вот у нас получается магия цифр. Надеюсь, что прямо сейчас уже вы набираете короткий номер 08258, если проживаете на территории Российской Федерации. Если проживаете за ее пределами, то вы набираете длинный номер телефона и оказываетесь здесь в прямом эфире. Действуйте! Не ждите никого и ничего. Именно вы и никто другой сможете заработать данную достойную сумму. Это прекрасное вознаграждение. Более чем достойное. Я уверена, что все у вас получится. Я уверена, что вы сможете. Так, вперед к победе. Не теряем ни секунды времени. Мне очень нужен победитель. А вам, я уверена, нужно данное вознаграждение. А вам, я уверена, что есть необходимость заработать данное вознаграждение. 17 плюс 4 плюс 1. Где-то здесь допущена ошибка. Только здесь. Здравствуйте! Вы в прямом эфире. Пожалуйста, какую спичку будем перемещать и куда? Было бы, наверное, победным из единицы сделать 5. Ого! Из единицы сделать 5? Да вы что? Это же... Это вот точно не в моем задании. Нет, нет, нет. Конечно же нет, потому что вам придется добавить большое количество спичек. Откуда у вас лишние спички? У меня их нет. Я не знаю, где вы их берете. Количество спичек не должно измениться. Должно произойти только одно единственное изменение. То есть вы должны совершить изменение местоположения одной спички, но не менять количество спичек. То есть количество то же самое. Только одна спичка переходит с одного места на другое. И так, чтобы у нас в ответе получилось 10. А вот какая спичка и куда переходит? Это уже вот... Это уже сложность. Вот в этом и заключается победное... Вот в этом и заключается победное решение, которого я от вас так долго пытаюсь добиться. Пытаюсь добиться, чтобы уже появился второй победитель, чтобы мне отправиться дальше. Но я уже вот хотела бы поставить жирную точку на данном неравенстве и как-то вот перейти к следующему. Тем более, что следующее задание, я вам уже говорила, оно будет более денежным, но и более сложным. Поэтому выбрасывать недоделанным данное математическое неравенство я просто не имею права. Нужно довести до конца начатой. Нужно как-то вот мобилизовать свои силы, сосредоточиться. И не просто смотреть на экран телевизора или монитор компьютера, а заниматься делом конкретным, перемещать одну единственную спичку откуда-то куда-то. Но с определенной целью, с четкой целью добиться, чтобы в ответе получилось 10. Уравнять правую и левую части. Если вам сложно визуально отыскать, где же спичка, которая находится не на месте, ну давайте воспользуемся старым добрым дедовским методом. Выложим перед собой данное математическое неравенство из того, что у вас имеется под руками. И попробуем перемещать спичку таким образом, чтобы в итоге добиться того, чтобы в ответе было 10. Если вы будете пробовать, я вас уверяю, вы добьетесь этого. Конечно, если вы будете смотреть, то ничего не произойдет. Никаких изменений материальных, благополучных. Никакое изменение благополучное материальное. В общем, ничего благополучного в плане материального положения у вас не произойдет. 10 тысяч рублей останутся здесь. А мне хочется, чтобы 10 тысяч рублей оказались у вас в кошельке. Чтобы ваш бюджет пополнился. Да, чтобы вам было легче встречать замечательные новогодние праздники. Чтобы вы сделали подарок себе, друзьям, приятелям. Позвольте себе стать богаче. Возможно, у вас есть другая цель, куда потратить данную сумму денег. Но об этом сейчас еще рано говорить, потому что в данном случае это шкура неубитого медведя. И что толку говорить о том, куда вы ее потратите, если еще не появился победитель. Вот появится победитель, там можно и с ним пообщаться на эту тему. А сейчас меня интересует самый главный, основной вопрос, который я вам уже задавала и на который я пытаюсь добиться от вас полного развернутого ответа. Какая спичка не на месте в левой части? Найдите эту спичку. Найдите и расскажите мне об этом в прямом эфире. Не просто там друзьям, соседям, приятелям, экрану телевизора тихо самому себе там что-то нашептать. Нет. Мне расскажите здесь. Здесь наберите короткий номер 08258, если вы находитесь на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас есть длинный номер телефона. И прямо рассказываем четко, откуда взяли, куда переместили, какие цифры получились, какой получился ответ у вас в итоге. Если ответ 10, и вы следовали в рамках правил задания, вы ничего не нарушали, ничего не подгоняли, под ответ не добавляли, спички не выбрасывали, не совершали несколько действий. Все, значит, вы и есть мой победитель. Значит, вы зарабатываете 10 тысяч рублей. Все просто. 10 тысяч за 10 в ответе в левой части. Ну вот такая вот у нас магия цифр сегодня. Надеюсь, что вы примете решение и все-таки ворветесь в это эфирное пространство и порадуете меня с вашим вариантом. Какая же спичка, на ваш взгляд, не на месте? И куда вы ее пробовали перемещать так, чтобы добиться ответа 10? Возможно, с первого раза у вас не получилось. Возможно, и со второго не получилось. Возможно, даже с третьего не получилось. И я даже не сомневаюсь в этом, потому что спичек огромное количество. Просто просчитывайте каждую комбинацию. Переместили спичку, пересчитали. Угу, никак. Ну, ничего страшного. Взяли другую спичку. И методом исключения шаг за шагом потихонечку вы обязательно отыщите спичку, которая находится не на месте, и переместите ее туда, где ей самое место. А ей самое место там, где в ответе 10. А в ответе 10 у нас должно получиться только где в левой части. Потому что в правой у нас и так 10. То есть наша задача уравнять и правую, и левую части, сделать равными. Поэтому и называется неравенство. Неравенство, которое нужно превратить в равенство. Превратите. Я уверена, что вы сможете это сделать. Но нет в этом чего-то такого запредельного. Не нужно знать высшую математику. Не нужно обладать каким-то уникальным математическим складом ума. Нет. Все просто. Ваша настойчивость, ваше желание стать богаче на 10 тысяч рублей позволит вам справиться с данным математическим неравенством. Главное проверять каждый вариант. Вот в этом заключается самая большая сложность. Сложность в том, чтобы не опустить руку, если не получится с первого раза. И не думайте, что здесь нет решения. Решение здесь есть. Я даже не предлагаю вам задания, которые невозможно решить. Это не в моих правилах. Нет и еще раз нет. Просто непростое задание. Но если вы с ним справились, значит, возможно, вы и есть мой победитель. Поймите, чем сложнее задание, тем конкуренция меньше. Если вы уже справились, чего вы ждете? Вам надо уже как можно быстрее оказываться в прямом эфире и озвучивать свое решение, свой вариант, что у вас получилось, какая спичка, на ваш взгляд, находится не на месте, откуда вы ее взяли и куда переместили. Проверяйте, проверяйте и действуйте. Не ждите, чтобы вас кто-то опередил. Этот кто-то может появиться в любую секунду. Он может, как говорится, ворваться в эфирное пространство и заявить во всеуслышание такое же, как и у вас, победное решение. Как же вам обидно будет от этого. Зачем же вы это допускаете? Не надо это допускать. Нужно действовать самим. 08258 это телефон для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона, который начинается на плюс 88. Пожалуйста, где бы вы ни находились, какой бы части нашей планеты не были, вы можете стать моим победителем здесь и сейчас, в данную секунду, порваться в прямой эфир и озвучить мне победную версию. Стоит поторопиться, потому что дело в том, что программа заканчивается. Я вас об этом предупреждала. Я вас предупреждала о том, что мы находимся в рамках прямого эфира и, к сожалению, я не могу их увеличить, даже если бы мне это очень захотелось. Поэтому мне было бы очень жаль, если бы мы бросили это математическое неравенство просто так. Нет, я надеюсь на то, что появится победитель и все-таки озвучит мне грамотное решение. Я все-таки на это надеюсь. Но так как программа заканчивается и времени остается слишком мало, я вам рекомендую вот сейчас мобилизоваться. Мобилизоваться, сосредоточиться и настроиться исключительно на победу. Если вы все еще сомневались до данной секунды, набирать ли вам короткий номер 08258, то сейчас отбросьте сомнения и просто действуйте. Наберите 08258, если вы проживаете на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Поэтому сейчас нужно действовать, чтобы успеть заработать своим умом, своими способностями 10 тысяч рублей. Пожалуйста, вперед! Вперед к победе! Вас никто и ничто не должны останавливать. Никто и ничто не должны сдерживать. Вы должны стремиться. Вы должны идти как танк на пролом, шаг за шагом, перемещаясь в фичку. Методом исключения вы обязательно добьетесь победы. Действуйте! Действуйте и вы обязательно станете моим победителем. 17 плюс 4 плюс 1. Давайте разбираться. Давайте уже разберемся, наконец, где же здесь в левой части допущена ошибка. Мне очень нужно, чтобы как можно скорее появился мой победитель. Но думайте. Думайте и действуйте. 17 плюс 14 плюс 1. Думайтесь, какое большое количество цифр перед вами, какое большое количество знаков. То есть вам нужно произвести изменения с каждым, с каждым. И вы обязательно добьетесь успеха. Возможно, у вас получилось с первого раза. Но это прекрасно. Тогда нужно уже как можно скорее оказаться здесь в прямом эфире и озвучить мне победную версию. Подумайте, что не так в левой части. 17 плюс 4 плюс 1. Где же здесь допущена ошибка? Ну где же? Найдите вы ту самую ошибку и озвучьте мне ее в прямом эфире. Поторопитесь, программа заканчивается. У нас остается не так много времени. Действуйте! Действуйте! Я жду вас, мой победитель! Мне очень хотелось бы, чтобы вы были максимально внимательны и сейчас не тратили время на то, чтобы подгонять под ответ свое решение. Чтобы вы ни в коем случае не добавляли лишние спички, не выбрасывали, а следовали строго по правилам. То есть действовали в рамках правил задания. Помните об этом. Давайте я еще раз вам их напомню. Чтобы ни в коем случае вы даже не думали совершать каких-то опрометчивых поступков. Потому что нет уже на этого, на это совершенно нет времени. Осталось время только на то, чтобы появился здесь победитель. Перед вами математическое неравенство. Нам необходимо сделать так, чтобы оно превратилось в равенство. То есть вам нужно уравнять и правую, и левую части, сделать их одинаковыми. Но будьте внимательны. Мы работаем только со спичками белого цвета, потому что именно среди них есть та самая спичка, которая находится не на месте. И нам нужно выяснить, где же находится та самая спичка, куда ее нужно взять, откуда ее нужно взять и куда ее нужно переставить так, чтобы в ответе было 10. Поэтому как только вы производите перемещение спички, непременно пересчитайте левую часть. Вы должны быть уверены, что у вас в ответе 10. Если вы уверены, если вы действовали в рамках правил, вы и есть мой победитель. Но пока потенциальный. До тех пор, пока вы не окажетесь здесь в прямом эфире и не озвучите мне победное решение. Как только вы здесь оказались, как только вы мне его озвучили, я вручаю вам, соответственно, 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей у меня сегодня еще никто не зарабатывал. За одну правильно переставленную спичку. Но не прошу я от вас чего-то невозможного. Это все возможно. Задание абсолютно решаемое. Главное захотеть. Главное принять как данность то, что именно вы являетесь победителем. Доведите до конца начатое. Сделайте так, чтобы именно вы заработали 10 тысяч рублей. Наберите короткий номер 08258, если вы проживаете на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас на экране указан длинный номер телефона. И действуйте. Не ждите никого и ничего. Не сомневайтесь. Сейчас нет времени на сомнения. Сейчас нужно перейти к решающим шагам. Шаги должны быть конкретными, направленными на победу. Вы должны заработать 10 тысяч рублей. Поймите, что как только настанет момент, и я вынуждена буду с вами попрощаться, у вас уже возможности заработать 10 тысяч рублей не будет. Мне придется расстаться с этим заданием, которое так и не будет доведено до конца. Исчезнет данная сумма вознаграждения. Неужели вы этого допустите? Но я не верю в то, что там, по ту сторону экрана, не нашелся хотя бы один единственный человек, который определил, какая же спичка находится не на месте. Да, непростое задание, сложное. Большое количество спичек в левой части, большое количество цифр, большое количество знаков. Не один, а два знака. Это сложно. Действительно сложно. Я согласна с вами. Поэтому, возможно, у вас с первого раза и не получается. Да и не надо. Не надо думать, что так легко все дается. Зато какова же будет победа, если вы ее в итоге добьетесь. Ведь чем сложнее, как говорится, тем вкуснее. Поэтому будьте внимательны, будьте настойчивы, максимально двигайтесь вперед. Но переставили спичку, не получилось, попробуйте переместить какую-то другую спичку. И у вас обязательно получится. Я верю в вас. Я уверена, что у меня появится мой победитель. Он появится вот в ближайшее время. Я на это очень надеюсь. Я бы хотела, чтобы так и произошло. Сделайте, сделайте это как можно скорее. 10 тысяч рублей все еще здесь. Они до сих пор никому не достались. А ведь должны уже давным-давно оказаться у вас. И все в ваших руках. Только вы определяете, когда и насколько вам становиться богаче. Я уже все возможное для вас сделала. Я рассказала вам задания. Я напоминаю вам правила. Я готова вручить вам 10 тысяч рублей. Я не раз и не два повышала сумму вашего вознаграждения, чтобы максимально мотивировать вас на победу. И я жду от вас ответного шага. Я жду от вас, чтобы вы появились уже в прямом эфире и во все услышания заявили то самое победное решение, которого я так долго от вас добиваюсь. Но вы по каким-то причинам все еще умалчиваете его от меня. Может быть, хватит стесняться. Может быть, хватит сомневаться в себе. Если вы считаете, что здесь должно повезти только счастливчиком, да нет здесь никакого везения и никакой удачи. Все абсолютно конкретно. Есть конкретное задание, с которым вам нужно справиться. Конкретная сумма денег находится также перед вами. Будьте внимательны. И, соответственно, я абсолютно конкретная и абсолютно реальная. То есть, как только вы окажетесь в прямом эфире, соответственно, озвучивайте мне победное решение. 10 тысяч рублей достается именно вам. Все просто. Но при чем тут удача или счастье? Нет. У вас есть возможность набрать короткий номер 08258? Так набирайте. Так набирайте и оказывайтесь в прямом эфире. Если вы проживаете за границей, за пределами Российской Федерации, для вас указан длинный номер телефона. Все просто. Все максимально просто. Все для вас. Для того, чтобы вам было комфортно и удобно. Но проблема заключается в том, что, к сожалению, только вы определяете, когда становиться победителем. Потому что вы являетесь режиссерами моего прямого эфира. Именно вам решать, когда и насколько становиться богаче. Но мне хочется верить, хочется надеяться, что все-таки вы поторопитесь. Потому что действительно программа заканчивается, остаются считанные мгновения. И не хотелось бы прощаться без победителя. Ну что ж такое-то? Тем более, что у меня был сегодня один пример. Уже достойный пример. Возможно, вы появитесь прямо сейчас и порадуете меня какой-то приятной новостью. Озвучьте мне победное решение. Так действуйте. Действуйте. Действуйте, вы обязательно станете моим победителем. Я очень жду вас. Ну где вы? Отбросьте вы в сторону домашние дела. Вы к ним сможете вернуться. А возможность заработать 10 тысяч рублей у вас уже не будет. Все закончится. Все исчезнет. Поймите, что прямой эфир, он не безграничный. Он не резиновый. Он не растягивается. Чего вы ждете? На что вы надеетесь? На что вы рассчитываете? Надеетесь, что я вам позвоню? Такого точно никогда не случится. Вот это похоже на чудо. А чудес, как известно, не бывает. Во-первых, я даже не знаю, кто вы и где вы. Даже если вы справились с данным математическим неравенством. А вот вы четко знаете, каким образом оказаться в прямом эфире. Нужно набрать короткий номер 08258. Если вы находитесь на территории Российской Федерации, если вы проживаете за ее пределами или, быть может, отдыхаете, для вас есть другой длинный номер телефона. Пожалуйста, действуйте. Действуйте и хватит уже. Мне уже прям вот как-то одиноко здесь. Мне хочется, чтобы уже вы со мной пообщались. Мне хочется уже вручить вам данные вознаграждения в размере 11 тысяч рублей. Я еще увеличила сумму вашего вознаграждения. Я надеюсь, что вы будете более стремительны, более мобильны. Ну, действуйте же. Ну, прям вот должны ястребом ворваться в прямой эфир и во всеуслышание заявить мне то самое победное решение. Здравствуйте. Я вас слушаю. Пожалуйста, говорите алло. Алло. Да. Тут семерки, надо переставить на ноль спичку. Мы не можем взять семерку и переставить спичку на ноль. Объясню почему. Потому что ноль находится где? Правильно, в правой части. А в правой части у нас спички желтого цвета. И это сделано специально для того, чтобы вы понимали, что ответ мы не трогаем. Возможно, вы к нам не так давно присоединились и не слышали просто правил данного математического неравенства. Так вот, слушайте, я вам подскажу, каким образом с ним справиться. У нас есть две части, и правая, и левая. В левой части у нас допущена ошибка. То есть там, где спички белого цвета, мы можем производить изменения, но только в рамках этой же левой части. То есть мы не можем взять спичку из левой части и переместить в правую. Правую часть мы вообще не трогаем, потому что там все в порядке. Там ответ 10, к которому мы и должны стремиться. Нам необходимо решить левую часть так, чтобы и там получилось 10. А решить это значит переместить какую-то спичку. Откуда-то куда-то. Откуда вы ее переместите, куда вы ее переместите. Это вы принимаете решение, потому что данное вознаграждение в размере 11 тысяч рублей, оно же ваше. Поэтому и вам решать, когда становиться богаче. Я рекомендую все-таки поторопиться, потому что программа заканчивается. И может так случиться, пока вы думаете, решаете, рассуждаете, уже все. Времени не останется. Решитесь на один звонок. Примите конструктивное решение. Действовать. И идите до конца к победе. 08258 короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан длинный номер телефона. Пожалуйста. Что вам мешает? Ничто вам не мешает уже оказаться давным-давно в прямом эфире. Я уверена, что где-то есть там, по ту сторону экрана, тот самый победитель. Я уверена в этом. Я не хочу прощаться. Я не хочу прощаться без второго победителя. Что ж такое получается? У меня сегодня будет только один единственный победитель. Но так дело не пойдет. Мне хочется верить в то, что мы разберемся с данным математическим неравенством. Мы же потратили такое большое количество времени. Неужели впустую? Неужели мы не доведем до конца начатого? Но это совершенно неправильно. Нужно все доводить до конца. В данном случае нужно определить, какая же спичка находится не на месте. И переместить ее так, чтобы в ответе у нас получилось 10. Мы должны добиться этого, чего бы нам этого не стоило. В данном случае я все-таки надеюсь, что вы появитесь прямо сейчас. Я уже вот совсем скоро, я уже должна была с вами попрощаться. Но я еще здесь. Я еще вся в надежде, что вы успеете. Мне очень хочется, чтобы прямо сейчас появился мой победитель. Так сделайте же ко мне шаг вперед, навстречу ко мне. Сделайте шаг. Ну, наберите вы короткий номер 08258 и уже окажитесь в прямом эфире. Если вы проживаете на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан длинный номер телефона. Решитесь на один звонок. Докажите прежде всего самому себе, что именно вы достойны победы. Вы тот самый победитель. Действуйте. Я жду вас. Я жду. И надеюсь, что мне ждать слишком долго не придется. Надеюсь, что вы уже ворветесь в пространство прямого эфира. И во всеуслышание заявите мне. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло. Здравствуйте. Да. Давайте с первого плюса на третью единичку. 17 минус 14 плюс 7. Так. И это ведь все правильно. Это ведь победное решение. Какая вы молодец. Вы дали правильный развернутый ответ. Как вас зовут? Ирина. Ирина, откуда вы к нам? Из Серпухова. Ну что ж, Ирина, вам в Серпухов отправляются 11 тысяч рублей. А я благодарю вас, друзья мои, потому что наша программа, к сожалению, заканчивается. Удачи, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!